За последние сутки украинские военные возобновили антитеррористическую операцию на востоке страны, оттесняя пророссийски настроенных активистов. Сообщается, что погибли по меньшей мере 6 человек и 15 получили ранения. По данным МВД Украины, на окраине города продолжаются боевые действия, но практически весь Краматорск, за исключением Центральной площади, находится под контролем армии. Административные здания телецентра «Аэропорт» также перешли в руки армейских подразделений. Российские СМИ сообщают, что в ночь на 3 мая при столкновениях военных с сепаратистами погибли 10 человек. Десятки получили ранения. Представители ополчения говорят о том, что украинские военные стреляют по окнам жилых домов. В целом информация поступает достаточно противоречивая. Похожая ситуация складывается и в Славянске. Здесь также не прекращаются вооруженные столкновения между военными и сторонниками федерализации, в поддержке которых Киев обвиняет Москву. По последним данным, силовая операция началась в Константиновке Донецкой области. Так называемые отряды самообороны в Луганске ожидают начала штурма в любое время и объявили мобилизацию. События на востоке и юго-востоке Украины представители силовых структур в Киеве назвали войной. По всей Украине объявлен трехдневный траур в связи с трагическими событиями в Одессе, когда в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 46 человек. Киев считает, что за беспорядками в Одессе стоят бывшие высокопоставленные чиновники из правительства Виктора Януковича при участии российских диверсионных групп. Москва обвиняет власти в попустительстве националистам и радикалам.